Спонсор рубрики компания Термалтейк. Термалтейк, играй пока молодой. Заряжают наши обзоры фантомирующие колонки от Сверфео. Сверфео принесет энергию на любой рабочий стол. Всем привет, я Арина и с вами Технокухня. Первая World of Tanks мышь рвется в бой. Да-да, разработчики онлайновой игры заказали у компании SteelSeries партию грызунов с символикой. Причем SteelSeries молодцы, вполне удачную модель Sensei Row они продали сначала украинской киберспортивной команде Na'Vi. Теперь вот дошла, точнее доехала очередь до танков. Мы еще Sensei Row не рассматривали, поэтому нам интересно, что за грызун такой, за который хотят больше 2000 рублей. Упаковка книжка с прозрачным блистером. Этим не удивишь. Комплект, правда, не богатый. Никакого чехла, только руководство по эксплуатации и фирменная наклейка. Беря во внимание мышь, обращаешь на то, какой толстый тканевый провод. Он толще, чем у X7. Кабель, короче, толстый, как волос у афрофутболиста. При включении обращаешь внимание, какая же все-таки классная подсветка. World of Tanks светится и, наверное, фанаты этой игры будут рады. Нет, ну правда, это круто. Когда-нибудь дорастем и закажем такую, чтобы была с нашей символикой – технокухня. Также нанесена надпись Roll Out, знакомая всем поклонникам игры, которая призывает выкатить свой танк с ангара на поле битвы и пальнуть по сопернику. Далее полный софт-тач, приятное покрытие. При этом не маркое. Во всех обзорах пишут, как шаблон. Мышь идеально ложится в руку. Мы, как всегда, сравниваем с X7. Мышь от Steels чуть низкая. И что тут сказать? Если честно, для большой руки редактора X7 предпочтительнее. Рука лежит, как влетая, именно на X7. И благодаря форме, и из-за того, что есть углубления на главных кнопках, чего нет у Steels. Но для средних и маленьких рук Steels может быть более лучшим выбором. Мышь весьма приятная, и к ней привыкаешь, даже если большая рука. И еще. Если вы любите агрессивный хват, то тут X7, которую сложно поднять, проигрывает Steels мышке. Вот как раз Sensorow идеально подходит для хвата большим и безымянным пальцами. Раз уж мы говорим про отличия, X7 V-Track, которую мы используем, анатомически сделана для правши, хоть и может показаться симметричной. А вот Sensorow полностью симметрична, чему левши будут рады. Поэтому и две кнопки продублированы по бокам. В общем, пока что Steels мыш для средней и малой руки с агрессивным хватом для левши и правши самое оно. Плюс, относительно X7 V-Track, колесико широкое и нажимается мягче. Пользоваться таким колесиком крайне удобно. А ведь для танков это имеет огромное значение. Игроки же часто зумят. Боковые кнопки, честно говоря, показались нам неудобными в сравнении с той же X7. Они узкие, тонкие, нажимать некомфортно. И юзать их лучше для каких-то разовых операций, типа вызова статистики или смена типа снаряда, например. Под скроллом расположилась кнопка переключения CPI. Менять чувствительность эссенса на лету оно и понятно. Сильное место – широкие тефлоновые ножки. Поэтому скользит мышь не хуже, чем X7, которая в свою очередь скользит превосходно. Для мышей мы советуем использовать коврик Razer Scarab. Но о ковриках мы еще поговорим подробно в следующем видео. Мышь работает и так, но лучше все же скачать в софт сайта производителя, чтобы настроить уровень чувствительности. Также можно переназначить клавиши на любое действие, вызов программ и макросы. Сенсор у этой лазерной мышки отличный, разрешение до 5700 CPI, мало не покажется. Хотя, конечно, уровня 1600-3800 DPI хватает для всего. Ни любители снайперок, ни любители ручных пулеметов разочарованы не будут. Сенсор точен, не срывается и точно настраивается под ваш характер. Что мы еще можем сделать – это изменить интенсивность мерцания. Что касается клика, он совсем немного громче, чем у X7, то есть громкость меньше среднего. Сенсор в магазинах стоит 2000-2500 рублей. Версия под танки немного дороже из-за новизны. А что в итоге? А в итоге это настоящий подарок для любителей танков и других игр. Наши награды – бронза. С вами была Арина. Пока-пока. Давайте померимся длиной проводов. Ну и что? И к чему мы включили? Ну и что, она слишком длиннее. Да. Насколько? Насторечко. Насторечко? Это вообще победа. И в этом неравном бою побеждает Афутех X7. Уху! Поигравшим? Аплодисменты. Арина, ты хочешь измерять, кто длиннее, у кого длиннее? Угу. Видишь? Поехали.